Музыка Здравствуйте, замечательные зрители нашего канала! Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем методе посадки деревьев и кустов. А сейчас мы будем сажать таким же методом плетистые розы Apollo Climbing. Белую, розовую, две жёлтых и красную. Розами мы собираемся зрительно огородить огородную зону от нашего дома. Расстояние между опорами для роз 2 метра, а между корнями роз 3 метра. Даём мы такое расстояние для того, чтобы можно было скосить траву тракторёнком. А когда розы разрастутся, опоры сверху будут соединяться для образования арок. По контуру опоры намечаем круг диаметром 1 метр. Музыка От центра круга прорезаем лучами дёрн. Затем намечаем малый круг диаметром 40 см. Музыка Вытаскиваем дёрн сначала с малого круга, затем с большого. Музыка 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 Перекапываем землю. Затем возвращаем дёрн на своё место, перевернув его корнями вверх. Музыка 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 Затем сверху присыпаем землёй, чтобы корни не соприкасались с пролитой навозом землёй, иначе можно сжечь корни. Затем достаем растение из горшка и, увы, обнаруживаем, что корневая система плохая. Производитель всунул эти розы в горшок перед отправкой на продажу, а горшок служит чисто для удобства транспортировки. Конечно, разочарованы, но не перестаём надеяться, что розы приживутся и продолжаем посадки. Музыка Заглубляем прививку на 5 см, слегка утрамбовываем землю и проливаем её водой. Музыка Музыка Затем укладываем перевёрнутый дёрн вокруг розы и устанавливаем опоры. Что нам даёт этот метод? Трава, перегнивая, обогачает землю, а дёрн не даёт испаряться в воде, а у нас сейчас сухо. А если сажать растения под зиму таким способом, то уберегаешь корни от холода. Как будто расти, розы нам покажут время, а мы вам, замечательные зрители нашего канала на кухне и на огороде. Всего вам самого доброго! А это наши летние жители. Пару додов гнездится возле нас уже четвёртый год. Птица занесена в Красную книгу. Музыка 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 Музыка